Нападение на границу другой страны. Международные преступления. На страну агрессора, которая держит под оккупацией 20% территории Азербайджана, должно оказываться всестороннее давление. Поездка премьер-министра Армении Никола Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана желание агрессора оправдать свои незаконные действия. Об этом сказала депутат Милимеджлиса парламента Севиль Микаилова. Депутат отметила, что посещение Пашиняном военных объектов на территории Нагорного Карабаха, ознакомление с условиями в так называемой армии, а также встреча с военными призваны создать видимость контроля над ситуацией. Истинной целью является сокрытие недостатка в армии, в которой в последнее время царит пораженческий дух, придать позитивный флер образу неудачника армянского солдата, а также стимулировать вооруженные силы к новым коварным планам. Открыто видно его желание поживиться природными богатствами, заполучить коммерческие преференции на территории Нагорного Карабаха. Не секрет, что имена премьер-министра Армении и членов его семьи упоминаются в связи с контрабандой продукции горновыдобывающей промышленности, оружия и сигарет. Прилагаются всяческие усилия для создания мафиозного бизнеса, получения несмертных богатств, на пути которым безжалостно устраняются все преграды. Микаилова добавила, что действия Пашиняна, создающие угрозу миру и безопасности в регионе, а также шаги, направленные на легитимизацию оккупации, должны быть осуждены мировым сообществом. Награждение в особом порядке солдат и офицеров армянской армии Пашинянам после последних кровавых провокаций на Азербайджан-армянской границе, косвенное признание преступления, приведшего к гибели людей с обеих сторон. Нападение на границу другой страны – международные преступления, и Пашинян должен это понимать. Дело в том, что власти Армении ведут себя все более агрессивно из-за отсутствия жесткой и адекватной международной реакции на их незаконные действия. На сторону агрессора, которая держит под оккупацией 20% территории Азербайджана, должно оказываться всестороннее давление. В противном случае международное сообщество ощутит на себе горькие последствия неразрешенности Нагорно-Карабахского конфликта. Преступный оккупационный политический режим непременно должен быть разоблачен и подвергнут жестким санкциям. Продолжение следует... Продолжение следует...